В общем, мы сейчас начнем с Брица. Ну, знаешь, что такое Брица, да? Когда задается вопрос, а на него нужно получить быстрый ответ. Думать на Брица вопрос нужно, ну, секунду. Секунду думаешь, сразу выдаешь ответ. Вариантов нет. Вариантов нет. Все варианты у тебя в голове. То есть, какой вариант тебе пришел в голову. Ну, сейчас мы попробуем, будем потом общаться. Ладно? Хорошо. Хорошо? Ты готова? Да. У нас камера готова? Да, готова. Раз, два, три. Поехали. 7,8. 35. А как расшифровывается ФК, ЦСК? Футбольная команда ЦСК Руби. Где играют 11 на 11? В хоккее. Продолжим. Каждый охотник желает знать, где ездить. Здесь пазан. Пазан. Что такое крона? Это, наверное, при дереве что-нибудь такое. Кто снял «Джентльмена удачи»? Какой-нибудь Стивен Стилверк. Сколько букв в слое «Комиссар»? 9. Чем играют в хоккей? Клюшками и шайбами. Правильно. Как в жизни зовут Лару Крофт? Лариса. Кто такой буцефал? Человек, имеющий какие-то определенные недостатки. Где находится Черногория? На Чернобыле. Чем? Чем? Нет. Что будет, если соединить кислород и водород? Вода. Что такое черный континент? Америка. Кто такой филателлист? Человек, который много думает. А какого цвета звезды? Белого и блестящего еще. Почему Бизанская башня Кривая? Потому что там не хватает внутри немножечко у нее кирпичиков. А кого есть муравьед, если поблизости нет муравьев? Других муравьев, более мелких, розовеньких. Какое самое большое число? Сто, тысяч, миллионов, триллионов. Неведомое число. Почему он где-то раз ему топил вон? Потому что она мешала ему ловить рыбу. Ребят, иначе мы будем прерываться. Поехали дальше. Почему дорогу переходит по дебре? Потому что машины видели, что белые полоски. И давали переходить людям. США и США. А чем они соединены? Континентами. Чем занимается вратарь в волейболе? Он ловит мяч. Где находится интернет? Интернет в пространстве. Везде. Вообще везде находится. Что такое Буэнос-Айрес? В город, где еще фильмы снимаются в бразильске. Две головы хорошо, а четыре? Лучше. А восемь? Еще лучше. А шестнадцать? Перебор. Какой предел? Сто. Ой, не сто, а меньше, меньше. Десять предел. Последние слова Пушкина? Он, наверное, сказал-то, что он вот эту дуэль посвятил своей любимой девушке. Но я, если честно, точно не знаю, потому что не была там. Что будет, если выпить пять литров воды? Человек ловнет. Как называется новый альбом Сергея Зверева? Какой-нибудь «Я хочу тебя, бэйби». Чем пахнут проблемы с милицией? Тюрьмой. А какая машина у Моисеева? Бензли. Голубая. Что нельзя есть с кетчупом? Майонет. Правильно, все, блиц закончился. Спасибо. Мы закончили с блицом. Это был блиц. Дальше пойдет вопрос, где мы с тобой просто будем общаться. Я буду задавать вопрос, ты мне будешь на него отвечать. Хорошо? Вопросы тоже долго не думай, просто говори. Все, что придумаешь. Хорошо? Хорошо. Поехали. Сколько чудес света? Семь чудес света. Это я точно знаю, потому что я читала книжку, и там написано, что семь, она называется энциклопедия для школьников. Когда она читала книжку? Я, если честно, в одиннадцатом классе. И там, в общем, рассказывают, что семь чудес света, но выжило только одно. Это пирамида. Они находятся в Египте. А можешь перечислить вот эти? Сейчас скажу, это сады из семи рамиды, потом скульптура, потом один храм с колоннами, я не помню сейчас не точно где, потом скульптура девса, потом, сейчас скажу. Но я не помню сейчас эти семьи, это сложно же запомнить. Я помню только вот то, что пирамиды сохранить в Египте. Вот. А больше ничего не сохранилось. Отлично. Согласен. Вот такой вопрос еще. Какие перспективы тюленеводства? Ну, мясо очень выгодное. Ну, их кожу можно использовать для сумочек, для женских. Я, конечно, не знаю сумочек женских тюленей, но я считаю, что их кожа очень прочная. И сумочки в дождливую погоду, они будут тоже очень прочные. Также, например, их мясо можно подавать в дорогих ресторанах. Это будет как эксклюзивное блюдо. Мы же кушаем лапки лягушек. И вот так, мне кажется. Прямо есть то, что есть. Да. А там для сумочки. Так, вопрос, я еще смотри. Если я хочу приобрести новый бумеранг, то как мне избавиться от старого? От старого? Ну, по-любому нельзя его выкидывать, потому что он вернется. Мне кажется, нужно что-нибудь с ним такое сделать, особое. Либо нужно его разломать на несколько частей, либо сделать... Ну, существует очень много способов, как бы я знаю. Вот. Нужно что-нибудь с ним такое сделать. Или куда-нибудь выкинуть, но чтобы никто не видел этого. Смотри, вот как? Выкинуть, ну, ночью одеться нужно, ну, соответствующе. Как тебе ранга? Нет. Как тебе ранга, мне кажется, слишком заметна будет. Чтобы никто, люди не подумали. Нужно одеться. Чтобы никто, люди не подумали. Да. А что такое нужно одеться, чтобы тебя не видел, чтобы ты был бы... Нужно нормальный одеться. Нужно что-нибудь темное одеться, чтобы не видно было. Вот. Потом пойти на мусорку, либо в уикенд, либо еще один вариант, в общем, пойти в лес. А, если я вечером одел черное и пошел на мусорку, есть вероятность того, что я пошел выкидывать бумерег? Да. Потому что это как бы люди, ну, могут некоторые детишки потом подобрать и играть с ним. Да? Ну, а сейчас, 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 от того, что дети подбирают. Да, я тоже так считаю. А новые, чтобы купить, нужно... Ну, в принципе, зачем покупать новые, если есть старые. В хорошем состоянии. Ну, думаю, что мы разобрались. Вот еще такой вопрос. Почему, чтобы закончить работу с Windows, нужно нажать пуск? Потому что пуск – это определенная программа. И там существуют различные команды выключения, включения, программы, документы. Я знаю, потому что у меня у самой есть компьютер. И чтобы вот это меню нажать, нужно именно оттуда. А по-другому никак. Только если вот из розетки вытащить. По-другому никак нельзя выключить. А, ну, правильно. Только если из розетки вытащить. Да, из розетки. И второй вариант то, что пуск, выключение, полное выключение. И он сам выключится. Сам? Да. Здорово. Автоматически. Такой вопрос. Я вот здесь подумать, наверное, придется. Угу. Почему самолеты не делают из того же материала, что и черный ящик? Потому что самолет же, когда, вот, например, летит, 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 летит самолет, авария, и самолет разбивается, от него совершенно не остается никаких частей. То есть эти обломки, они сгорают. А вот черный ящик, он составлен из особого специализированных материала металла, который, он ничего с ним не случает. Да, потому что когда потом люди приходят на место катастрофы, они ищут, где же, где же черный ящик, ищут, ищут его везде. И потом все-таки они его находят и слышат голоса людей. А из чего он сделал? Он из особого черного материала, который неведомо ему уму. Понятно. Такой вопрос тебе еще. Вот как можно узнать, когда у тебя кончились невидимые чернила? А мне кажется, нужно посыпать мукой в чернильницу. О, нет. Да, нужно посыпать в чернильницу мукой, и, соответственно, там будет видно, что-нибудь там есть или нет там чего-нибудь. Если там что-нибудь есть, значит, они, соответственно, не закончились. А если нет, то, соответственно, все, закончились. Я так считаю. С половой повторить сейчас еще раз то, что ты сказала. Я считаю, что если чернила закончились невидимые, нужно посыпать туда внутрь муку. И если чернила закончились, если, как бы, мука, она просвечивает, то, соответственно, значит, чернила не закончились. А если ничего нет, не просвечивает, значит, они закончились. И там остается просто мука. Ты похож на моего препода. На преподавательницу, наверное? Да. Она ничего, что ли, была? Ну, понятно. Еще такой вопрос, смотри. Вот если кошка гуляла сама по себе, откуда у нее котята? То, значит, если она гуляла, соответственно, без котов и без всего, то, значит, соответственно, я так предполагаю. Если никто не виделась с котами, значит, какое-то невидимое существо, например, невидимый кот к ней подошел, и у нее потом появились котята. Ну, подошел, в смысле, сделать свое дело, и потом уже через